Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Мы же видим, с чем связано желание общаться. Просто нужна передышка. Остановиться сейчас, Путин сказал, было бы просто нелепо. В западных элитах очень сильно желание заморозить существующее, несправедливое положение вещей в международных делах. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается. Вот Россия не является страной, которая контролирует и доминирует мировое информационное пространство. У нас нет для этого ни технических, ни технологических возможностей. Все-таки доминируют другие. А вот последний месяц усилиями одного гражданина России по фамилии Путин, его три выступления фактически захватили мировое информационное пространство. Я абсолютно не преувеличиваю. Ну и, конечно, вампиры, бал которых заканчивается, которые 500 лет питались человеческой плотью и набивали карманы деньгами, это, безусловно, станет такой мощной политологической цитатой на ближайшие десятилетия. У меня в этом нет никакого сомнения. Все человечество, нравится это или нравится Вашингтону или Парижу, оно неизбежно пойдет сейчас тем путем, который объективно возглавила Россия. Вот тот мир, который предлагает Россия, он отличается от того мира, на котором настаивает Запад, очень простым основанием. Вот в этом мире, который предлагает Россия, всем должно быть комфортно, все должны чувствовать себя уверенно и все должны понимать, что их безопасность обеспечена, что их национальные интересы защищены и никто не посягает на их суверенитет. Объективно за Россией хотят того Вашингтону или не хотят, выстраивается весь мир. Второе по поводу ядерной войны. Путина неправильно прочитали. Вот вы сегодня начали с оценок. Путин там заговорил. С точки зрения семантики Путин ничего не сказал такого, чего бы мы не слышали, не знали или что не написано в нашей ядерной доктрине. И Путин сказал очень четко, очень просто. Он сказал, вы погружены в иллюзии. Если вы думаете, что никогда не наступит такой момент, когда Россия все-таки применит ядерное оружие, вы ошибаетесь. Вот что сказал сегодня Путин. Об этом мы все знали. Об этом мы все догадывались. Об этом написано в нашей ядерной доктрине. Слова президента России Владимира Путина о том, что Россия готова к ядерной войне, воспринята на Западе как угроза. Это не так. На самом деле это сигнал, который Кремль посылает Западу. В чем смысл этого сигнала? В том, что мы знаем о тех планах в западных столицах, которые разрабатываются и которые могут быть реализованы в виде ввода конкретных контингентов западных государств на территорию Украины. Весь обиженный, угнетенный, стремящийся к справедливости мир смотрит сегодня на Россию, готов пойти за ней в этой глобальной битве между добром и злом, который мы обязательно выиграем и добро победит. Вот он говорит о том, что мы, Россия, боремся за свое выживание и за свое существование. А они в данном случае борются за укрепление своего влияния, его сохранение и тому подобное. То есть, условно говоря, это как жертва и хищник. Хищник не пообедал, ну и ладно. А жертва за жизнь борется. Да, действительно, мы боремся за жизнь. Но ведь Владимир Владимирович сам сказал, что он имеет дело с вампирами. А вот для вампиров это тоже борьба за свою жизнь, за тот образ жизни, который у них сложился. Вампиры, которые хотят продолжать пить кровь дальше, набивать, как сказал президент, живот плотью, а карманы деньгами. Бал вампиров заканчивается. В отличие от Советского Союза, который устами Леонид Ильича Брежнева в свое время заявлял, что Советский Союз не применит первым ядерное оружие, Российская Федерация никогда на себя такого обязательства не принимала. Мы говорили, если возникает угроза самому существованию России, мы будем защищаться всеми имеющимися средствами. Имейте это в виду. Владимир Владимирович просто еще раз им это пояснил и еще раз продемонстрировал. По поводу переговоров. Позиция президента с 22 года, с начала специальной военной операции не менялась. Российская Федерация, конечно же, за мирное разрешение конфликта. Конечно же, за переговоры. Еще до начала специальной военной операции мы обращались к Соединенным Штатам Америки многократно. Друзья, давайте сядем, проведем переговоры, урегулируем все вопросы. Это же мы помним прекрасно. Но Российская Федерация всегда говорила о том, что мы не намерены вести переговоры с клоунами. Что касается реакции на президента России Путина, Шольц выступил в Бундестаге. Это, черт побери, заявил канцлер, наша святая обязанность помочь Украине. Смотрите. Я хочу еще раз напомнить, что именно Россия напала на Украину. И что это наш, черт побери, долг помогать обороняться невинному украинскому народу. Вернемся.